Вольная и греко-римская борьба – вид спорта, который не требует больших финансовых вложений, но который при этом, как никакой другой, развивает в спортсмене волевые качества. И нельзя не отметить, что именно Гродненская земля подарила международным и европейским пьедесталам немало ярких звезд в этом виде спорта. Тем более неудивительно, что в этом году в очередной раз в роли гостеприимного хозяина универсиады по борьбе среди белорусских вузов выступил именно Купаловский университет. 150 участников из 21 университета Беларуси сойдутся в борьбе не только за золото именно этого турнира. Для участников национальной сборной это последний этап отбора на приближающиеся вторые европейские игры. В Гродно у нас уже достаточно сложились хорошие традиции. У нас неплохая борцовская школа, как в греко-римской, так и в вольной борьбе, то есть в спортивной борьбе. И универсиады в очередной раз проводятся. Это особую значимость универсиада сейчас играет, потому что ряд спортсменов будут готовиться и участвовать во вторых европейских играх. Талантливых и способных борцов во всех белорусских вузах немало. Это доказывает и неизменно многочисленные делегации на универсиаде. Однако, как и обычно, Гродненские среди фаворитов. Впрочем, соревнования – это всегда интрига и вероятность неожиданного исхода. Уже на протяжении многих лет проходит этот международский турнир, на котором в будущем становятся хорошими борцами. Люди, которые здесь проходят после этого, идут с попадания в сборную нашей страны. Потому что благодаря большому студенческому спорту мы имеем очень хорошую подпитку. Сегодня проходит она на Гродничине. Я думаю, что это очередной раз все время, потому что Гродненский университет очень богат борцами. И на протяжении многих лет ребята, которые дают, и не только на европейских мировых и олимпийских коврах, дают результат. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!